Здравствуйте, мои хорошие, мои дорогие друзья! У меня сегодня очень длинный день, уже ночь. Я даже, видите, там сзади поставила лампу, которая такая светомузыка, которая дискотека. В общем, смотрите, у меня уже приготовлена там студия, стоит на столе, капуста, морковка. Это значит, что я сейчас буду залить, солить или мариновать, что-то, короче, буду делать с капустой. На интернете тысяча и одна способов, даже миллион, миллиардов способов делания капусты. Каждая, каждая хозяюшка, каждая женщина, уважающая себя, имеет свой неповторимый рецепт заготовки капусты. Я тоже не исключение. И вот сегодня я сделаю свой легкий, простой, незамысловатый рецепт. О, я думала, у меня фильм идет, незамысловатый рецепт капусты, который хочу с вами поделиться. Так я делаю. Может быть, кому-то будет интересно. Молодым-молодым, которые действительно еще ничего не умеют, ничего не знают и хотят просто посмотреть разнообразие рецептов. Пожалуйста, показываю. Пойдемте. Приготовила банку, если мало будет, еще у меня есть. Приготовила, нашинковала на терке вот такую вот морковочку. Один у меня такой болгарский красный есть. Тазик, чтобы перемешивать. Сахар, соль. Все, больше ничего нам не надо. Очень просто. Никакие лаврушки, никакие перцы. Ну да, черные ароматические перцы. Ничего не надо будет. А, еще уксус мне нужен будет. Вот. Одну капусту я буду, значит, мариновать, а другую капусту я буду квасить. Квашеная капуста будет у меня ферментироваться три дня. Давайте начинаем. Сначала начнем с шинковки капусты. Начинаю. Может быть, нарежу без звука, просто с музыкой. Очищаю вот так верхний слой. Не мою ее. Просто вот так сейчас нарежу. Она такая жесткая. Это зимняя уже, кажется, да, подходящая для засолки, для маринада. Вот такая, смотрите, хорошая, прекрасная капуста. Режу как могу. Режу как могу. вот я нарезала целую капусту так быстро нарезала на самом деле заготовка капусты для меня такое интересное занятие и не трудная совсем я очень люблю делать капусту я и летом и зимой постоянно мне должна быть баночка капусты такая капуста хорошая даже кочерыжки вот нету я сейчас даже постараюсь ее полностью полностью чтобы было безотходно нарезать на самом деле без капусты я жить не могу я и суп варю и борщ варю я должна у меня эта капуста быть обязательно обязательно должна быть в холодильнике летом и зимой и могу делать бигус и могу делать пирожки с капустой соленой вот такой маринованной очень вкусно очень вкусные салатики ну как без капусты жить это просто невозможно в общем я вот так сделала эту капусту я буду мариновать вот в этой банке вы знаете что капусту обязательно у нее есть запах какой-то запах есть вот как сказать потому что в ней еще есть углекислые газы если вы знаете когда она у нас ферментируется мы выпускаем эти газы но это будет не ферментированная и чтобы она была вкусная с первого раза чтобы мы ее потом не не переделывали смотрите какой кусок остался но ничего это ничего страшного вот это вот тоже очень газовое место которая кочерыжка надо будет ее убрать в общем я сейчас это залью на две минуты даже не на две а на полминуты кипятком и тогда она она не будет у нас мягкая она будет останется у нас такая как сказать хрустящая но зато не будет запаха и уже сразу ее можно будет кушать ну на третий день сейчас я согрею один один чайничек водички и просто залью ее вот смотрите как вот я беру и вот сюда поставлю в раковину кипяточком ее залить и сразу вылить кипяток пока у меня кипятился чайник я уже на кромсала вторую вторую мою капусточку для ферментирования для квашения смотрите я заливаю вот у меня чайник воды здесь наверное у меня было полтора или два литра я заливаю вот кипятком смотрите буквально на несколько секунд на полминуты просто чтобы ушел запах чтобы раскрылись вот эти все между ними в этих как это называется связи связи вот в этих вот капусточки и вышел весь углекислый газ вот сейчас я солью воду и она будет уже такая податливая можно уже перемешать и складывать в банку без проблем на все вот на ваших глазах она сейчас горяченькая она будет хрустящая не переживайте я ее буду заливать маринадом холодным холодной водой из-под крана никакого больше кипячения ничего больше не будет вот я вот так сделала один раз все на ваших глазах вот запах уже выходит и выливаю сливаю воду как говорится сливайте воду надо так аккуратно чтобы не вылилось у нас капуста не убежала все на ваших глазах делаю в прямом эфире чтобы меня ни в чем не подозревали что я что-то от вас скрываю вот на ваших глазах даже камеру не выключаю водичка сливается у нас аккуратненько чтобы не убежала капусточка ни одна рука занята камерой так я могла бы ее придержать вот сейчас выливаем воду сливаете воду как говорится до конца все она даже не успела у нас хорошо про это ну как стоит прогреться так вот все я уже могу ее трогать она уже не горячая такой нет еще горячая вот смотрите давайте я так хорошо еще солью воду так чтобы чтобы вы видели что я сливаю воду а то она чтобы не было лишней водички все теперь у меня не будет этого запаха неприятного бывает знаете когда даже соленые помидоры вот зеленые помидоры солишь обязательно их надо опустить в кипяток чтобы запах вот этот как он называется я не знаю солонин или что-то такое какое-то вещество которое придает неприятный запах и вкус вот этот вяжущий он убивается и уходит с кипятком все смотрите какая она красивая стала желтенькая чуть-чуть ничего 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 вот все готово теперь мы будем ее мешать с морковью и начинать нашу мариновку здесь эта камера поставить это я уже для другой квашения приготовила сейчас я принесу нашу наш тазик наш тазик вот я сделаю немножко подальше камеру чтобы видно было вот так вот чтобы было все видно и света музыку чтобы было видно все вот сюда я буду добавлять смотрите морковкой морковки у меня была одна штука наверно в ней грамм 150 или 200 было я возьму половинку морковки много нам не надо чуть-чуть и сюда же я еще добавлю перчик я еще его не нарезал но сейчас наверно за кадром его нарежу вот я нарезал этот перчик тоненькими этот перчик нам нужен только для красоты только не не зачем он нам больше не нужен только для красоты теперь я беру все вот так смешиваю без соли без сахара просто смешиваю все вместе чтобы она у меня смешалась а так все будет очень красиво запах уйдет углекислого газа который в капусточки есть все теперь у нас капуста податливая будем ее складывать вот в эту банку так давайте-ка я посмотрю как она на камере на камере смотрится так это баночка это так стоит и буду складывать слишком уплотнять не буду потому что должен маринад ходить свободно везде достать он должен как бы плавать в маринаде не знаю поместится ли все должно поместиться по идее давайте так вот вам показывать придется все-таки приплотнить или наверное я добавлю еще в другую баночку знаю что и делать мне смотрите здесь сколько еще осталось что делать я не люблю когда слишком плотно мне надо чтобы она была свободна я наверное возьму еще одну маленькую баночку и положу в маленькую другую вот вот так у меня получилось вот такую одну банку нашла на где-то 500 или 700 700 граммовая вот так вот видите морковки не так много главное перчик красный перчик и морковочка просто для красоты чтобы не было капуста слишком желтенькая вот так и получилось теперь я холодным рассолом буду заливать сейчас буду делать рассол холодной водой из крана вот я принесла чистую воду из-под крана вот здесь у меня два литра воды здесь я буду делать два литра воды чтобы хватило мне вот на эти две банки я не знаю сколько воды уйдет но два литра будет делать смотрите на литр воды берется две столовые ложки соли соль у меня простая иодированная У меня нет предрассудков, чтобы надо брать каменную. Я всю жизнь делаю ядированной солью. И ничего. 1, 2, 3, 4. 4 ложки соли с расчета на литр воды 2 ложки соли. И 4 ложки сахара на литр воды. Значит 8 ложек сахара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это не будет сладко. Если будет сладко, в общем, проверяйте, пробуйте. Обязательно все пробуйте. Сейчас я размешаю. Попробую. Холодная вода из-под крана. Еще раз напоминаю. Это у меня будет стоять в холодильнике заготовка. Ее уже можно будет кушать завтра-послезавтра. Сейчас я попробую. Нисколько не соленая. Очень вкусная. Для вас должна быть вода очень вкусная. И 3 ложки уксуса из расчета на литр. Значит 6 ложечек уксуса. У меня 24%. Смотрите сами. Я люблю уксус. Я люблю кисленькое. 2, 3, 4, 5. Давайте сначала 5 проверим, чтобы не было слишком уксусное. Всегда будьте осторожны. Проверяйте на свой вкус. Еще надо. Еще надо. Одну. Как положено, по рецепту надо делать. Так, вот все. Проверяем на вкус. Вот теперь вкусное. Даже мне кажется, я бы еще сахара добавила. Нет, не буду добавлять. Все. По рецепту буду делать. Все. Это еще раз хорошо размешаю. Чтобы сахар растворился. Соль растворилась. И будем заливать. Здесь 2 литра. Смотрим. Все снимаю в прямом эфире. Без всяких обрезок. Кадров. Вот. Полное залили. И еще там воздух будет выходить. И вот это тоже зальем. Все будет одинакового вкуса. Будет очень вкусненько. Смотрите, как красно. Как красно. Капусточку плотно не утрамбовывайте. Потому что она должна у нас вся быть в маринаде. Сейчас я вот так сделаю, чтобы воздух вышел. Что я еще могу туда, может быть, долить воды. Она будет очень вкусная. Расчет делайте такой, как я. 2 ложки соли, 4 ложки сахара и 3 ложки уксуса на литр воды. Очень вкусный рассол будет. Очень вкусный. Пусть она у меня постоит. Может быть, еще надо будет добавить. Смотрите, как точно все рассчитано, да? Ну, вот у меня глаз-алмаз. Все. Можно закрывать крышечкой. Можно закрывать плотно. Сейчас я закрою одной рукой. Не очень удобно, но я закрою. И вот эту тоже баночку закрою крышечкой. Так. Закрывайся. Так, закрою, ладно. Когда вторая рука освободится. В общем, вот так вот. Все. Можно, она холодная, можно ставить в холодильник. Все. Она уже через 2-3 дня готовая. Кушайте на здоровье. Будет хрустеть, как миленькая. Вы заметили, что я не добавила никакого перца, больше ничего. Потому что я не люблю никаких добавок. Для меня просто вот такой маринад и все. Потому что я могу делать из него все, что угодно. И супы варить. Я, как я уже сказала, и бигус. И мне лишнее ничего не нужно. Вот это то, что надо. Этого достаточно. Все. Это первый вариант. Давайте возьмемся за второй вариант капусты. Так. Здесь у меня тоже 2 килограмма капусты. Я не знаю, смогу ли я уместить ее вот в эту банку. Потому что у меня есть еще пластиковое ведро. Может быть, я думаю сделать в пластиковом ведре. Ну ладно. Давайте пока посмотрим. Сюда я кладу остаток нашей морковочки. Примерно где-то меньше 100 грамм. Я не хочу, чтобы она была слишком оранжевая. Я люблю белую капусточку. Она так, знаете, интеллигентнее смотрится, когда она беленькая. Эту капусточку я буду мариновать, не мариновать, квасить на сухую, без воды. Воду буду добавлять в том случае, если будет мало сока в капусте. Так, я теперь здесь из расчета на килограмм капусты будет на килограмм капусты 2 ложки соли. Да, на килограмм капусты 2 ложки соли. Не на литр воды, а на килограмм. Кладу. У меня здесь 2 килограмма капусты. Потому что вы видели у меня в предыдущем видео, что я купила 4 килограмма капусты. Были 2 штучки. Так, 2, 3 и 4. Я беру обыкновенную ядированную соль. Я никогда, у меня нет таких предрассудков, что надо именно каменную соль. Каменную соль я никак-то не люблю, недолюбливаю. И сюда положу с расчета на килограмм капусты 1 ложка сахара. Значит, 2 ложки сахара. Я положила 4 ложки соли и 2 ложки сахара. Здесь уже сахара у нас меньше. Здесь у нас сахар уже будет как этот. Сейчас я это все буду перемешивать руками вот так вот. Немножко пожамкаю. Не надо бояться. Она должна пустить сок у нас. Будем вот так немножко ее ручками жамкать. Она пустит сок. Здесь тоже я не добавляю ни перец с горошком, ни лавровый лист. Ну, мне кажется, лавровый лист, он какой-то запах придает супа. Я не хочу, чтобы моя капуста пахла супом или там чем-то таким. Единственное, что я могла бы добавить, анис. Анисовые семена, но у меня их нет. Так что будем делать естественную, натуральную, без всяких добавок. Вот она уже сок пускает. Она уже сок пускает от соли. Смотрите. Сейчас она еще немножко постоит. Вот так я ее немножко еще пожамкаю. У меня нету сил, чтобы сильно ее жамкать. Просто нету сил. Как могу, вот так пошебуршу ее. И все. Пусть она вот еще у меня вот так постоит. Сок даст немножко, просолится, размякнет чуть-чуть. И тогда мы будем закладывать ее уже в баночку. Такая она у нас будет слабосолененькая. Ферментированная капусточка. Расскажу вам дальше. Вот капусточку я оставила немножко просаливаться. Вы знаете, не бойтесь, если вы даже положите больше соли, ничего страшного не будет. Ведь знаете, я даже помню те времена, вот когда я была еще маленькой девочкой. Почему-то я помню все походы наши в магазин с мамой. Вот в любой магазин, в который мы ходили, я отчетливо сейчас вспомню, как мы покупали одежду, как мы покупали продукты, как я с мамой всегда ходила. И я помню, отчетливо помню, что привозили в наш маленький магазинчик. У нас магазинчик такой был, там несколько улиц было, и был маленький магазинчик. Туда привозили капусты соленые, огурцы соленые в бочках. Вы знаете, там целлофан был, в бочке был целлофан, а потом вот эти огурцы. Я не думаю, что там солили так, знаете, по граммам, по ложкам мерили, сколько там килограмм. Там брали вот так вот горстями и солили, и ничего страшного. Особенно капуста, когда вырабатывается молочная кислота в капусте, то она эту соль лишнюю, она ее убивает или убирает, она просто будет кисленькая. И так что она нейтрализуется, эта соль, и будет кислая капуста. Вот она у меня, смотри, я даже цветок поставила сюда, все уже приготовила. Буду трамбовать в банк. Вот сюда уже можно будет трамбовать. Вот. Вспомнила свою мамочку, как я в магазин ходила. Представляете, какая-то капусту солю, и вот вспомнила вот это вот. Интересно, да? Вот сегодня, на сегодня я уже сегодня третье видео снимаю. Представляете, как я работаю? Я работаю без устали, без, как сказать, без отдыха. Нет, я отдыхала. На самом деле я отдыхала, я и телевизор смотрела, и мороженое кушала, и прибирала здесь. Вы же знаете, видите, вот. Сейчас у меня половина, не половина, а без 29 вечера. Вот такая у меня дискотека. Но я еще спать не лягу, я сейчас засолю, расскажу, что там, сколько дней она дальше будет стоять. И потом, по мере того, я буду снимать видео, если в эти дни, то я буду показывать, как я делаю проколы, как там, если там воздух выходит, ли водичка. Будем с вами наблюдать за этим. Но на самом деле я не люблю делать квашеную капусту. Ну вот зачем мне эта квашеная капуста, когда можно просто замариновать? Я не думаю, что там слишком так много больше пользы, чем в маринованной капусте. Не зря же люди выдумали уксус или прогресс такой, что не обязательно заниматься вот такой ферментацией. Ну, говорят, что это полезно для желудка, но я не уверена в этом. Но все-таки сделала на всякий случай, потому что у людей вкусы разные, и понятия у людей разные. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели, как я могу делать, на что тетя Реля способна. И сама себя хочу проверить, конечно же. Сейчас будем толкать в банку. Ну что, давайте утрамбовывать. Посмотрим, получится ли у меня утрамбовать в эту банку. Если не получится, то тогда придется, тогда мне придется в бедро утрамбовывать. Надо будет сразу с нижнего слоя его вот так плотно утрамбовывать. Прямо начиная с нижнего слоя. Так, мне надо было что-то подставить под нее. Все-таки под банку. Ну хорошо, здесь горлышко большое, широкое и удобно. Удобно. Я думаю, поместится. Если я буду плотно утрамбовывать, то поместится. Посмотрим, чтобы сок тоже был. Сок должен плавать. Капуста должна быть в соку, сок должен быть сверху. Чтобы она не была сухая. О, как прекрасно входит. Смотрите, Кася, даже место остается. Надо же. О, прекрасно все вошло. А я переживала. Не надо было переживать. Все прекрасно зашло. Прямо четко. Четко, четко. Она должна быть плотненькая. Чтобы, если вдруг не хватит нам вот этой водички сверху, потому что оно должно быть в воде. Если вдруг не хватит этого сока, я имею в виду, то нам придется долить воды. Но мне кажется, хватает. Сейчас будет сок. Я сейчас хорошо прижму его. Мне кажется, сок будет. Сок должен быть. Вообще-то, по идее, он был немножко. Немножко не хватает. И нужен будет пресс. Я не знаю, смогу ли я бутылку сюда засунуть с водой, чтобы она стояла и прессовала. Попробую сейчас сделать такую конструкцию. Попробую. Сейчас попробуем. Вот смотрите. Сейчас я покажу. Я давлю. Вот тут эта чистая бутылка. Я ее помыла. И донышко помыла. И все. Набрала холодной воды. Вот так сейчас давлю, чтобы сок там вышел. Ну, вроде выходит, но он не полностью наверх выходит сок. А мне надо, чтобы он полностью выходил. Ну, в общем, посмотрим до утра. Вот когда я вот так надавливаю, вот он, вот здесь этот сок. Вот видите? Вот. А он должен быть над. Может быть, еще даст. Но я не думаю, что он даст еще. Потому что это не очень тяжелое. Надо что-то еще тяжелее. Ну, как туда засунешь? В общем, вот так пусть стоит. До утра я посмотрю. Если не будет больше воды, то я чуть-чуть добавлю солененькой водички. Вот так вот. Все. Теперь потом, когда оно начнет уже бродить, пузырьки идти, будем протыкать деревянной палкой. У меня есть деревянная такая ложка длинная. Буду ею протыкать. Можно ножом даже. Вот такая вот конструкция, конструктивная. Вот такая у меня здесь цветомузыка. И мой цветочек. Прекрасный, да? Фламинго. Вот так. Сегодня уже ночь. Тетя Лилия уже скоро спать будет. На самом деле я спать не буду. Я еще буду сидеть, телевизор смотреть, чай еще буду пить, отдыхать буду. У меня было три выходных. Останется два. А сегодняшний выходной мой уже прошел. Я сегодня снимала видео, готовила себе еду, приготовила себе ханум. Очень вкусный ханум. Очень много получилось у меня. Но я буду его, знаете как, я его потом буду поджаривать на сливочном масле и это, кушать. Это будет тоже очень вкусненько. Этот ханум, который я сделала. Я надеюсь, что вы его посмотрели, тоже мое видео предыдущее, и оценили. Спасибо вам большое, что вы меня смотрите. Пока мы с вами вместе будем следить за моей капусточкой. И, конечно же, ту капусту, которую я уже замариновала, вместе с вами попробуем. Пока-пока. Пока. До встречи.